Очень приятно, что вы остаетесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Здравствуйте, в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов, большой всем привет. Мы просто счастливы, очень рады, потому что у нас сегодня в гостях... Вот сегодня ты, кстати, очень сияешь. Я прям заметил, Саша, по-особенному. Друзья, у нас сегодня в гостях психолог, кандидат социологических наук, руководитель Академии личной привлекательности, автор книг, доктор экономики и менеджмента, тренер, бизнес-тренер, психолог Анетта Орлова. Да, просто замечательная и любимая всеми. Здравствуйте. Одна из самых востребованных психологов в нашей стране, конечно, теле и радиоэфиров. Ну, еще и радиоведущего, наверное, да, мы не забыли назвать? Это тоже очень важно. Анет, здрасте, добрый день. Спасибо огромное, что вы к нам прибыли. Мы очень и очень рады. Все-таки весна, обострение, есть вопросы какие-то сейчас. И посмотрела Саша на меня. Да, хорошо. Анет, ну, позвольте сразу начать тогда с такого вопроса. По весне, правда, побольше обращений случается к вам? Психологам. Ну, в марте, в марте больше. Сейчас уже все-таки майские праздники, а солнышко, оно всегда обладает таким очень хорошим психологическим воздействием, поэтому сейчас все-таки люди лучше с вами справляются. А вот март – это время, когда очень много идет новых обращений, именно когда люди чувствуют, что от зимы уже устали, возникает какое-то внутреннее такое психоэмоциональное напряжение. И в эти моменты, безусловно, проблемы-то они не мартовские. Просто в этот момент человек чувствует, что он сам не очень справляется, ему нужна какая-то точка опоры, поддержка. Терпение уже кончилось. Да. И тогда вот, ну, бывает, бывает. И тогда бегут за помощью, за советами спрашивают. Ну, по весне, наверное, разные вопросы могут возникать у людей. Это же не только в связи с тем, что надоело зима. Какие еще проблемы всплывают? Ну, если мы не будем связывать именно с весной, а просто скажем, что какие проблемы в первую очередь приводят человека к психологу. Да, давайте так, конечно. Вот, наверное, так будет шире. В первую очередь, конечно, люди… Кто вообще приходит к психологу? Есть два таких взгляда, наверное, на события, которые происходят с человеком. У каждого из нас. Первый взгляд – это взгляд, когда мы чувствуем, что сила находится где-то вовне. То есть есть некие внешние обстоятельства, есть некие внешние люди, другие люди. Есть кто-то, кто за нас решает, принимает эти решения. И мы в некотором роде следуем тем обстоятельствам. И мы жертвы этих обстоятельств. Такое на языке психологии страшное слово «внешний локус контроля». Ну, то есть сила вовне. Такие люди часто обвиняют всех вокруг и не берут ответственность за свою жизнь. И на крайний случай всегда правительство ругают. Ну, или экономические кризисы. Все время что-то ругают. Почему не получается? Есть внутренний локус контроля. Это люди, которые… Позиции людей, которые считают, что сила внутри них. Это люди, которые считают, что те события, те жизненные обстоятельства, в том числе и плюсы, и минусы, они в большей степени связаны с ними. Поговорим о тех и других чуть позже. Если всё пойдёт по плану, где-то в тёплом океане мы останемся одни. Если сразу не запалят, будет накрывать волнами. Это только между нами, никому не говори. Солнце кристально, жёлтый покалок. Знаешь, как мне тебя не хватало. Всё ещё будет, и не напрасно. Ты так прекрасна, ты. У тебя глаза такие, в них утонет короткие. Если подобрать простые, получаются роман. Если нас с тобой разбудят, в общем, ничего не будет. Только битая посуда, только сломанный диван. Солнце кристально, жёлтый покалок. Знаешь, как мне тебя не хватало. Всё ещё будет, и не напрасно. Ты так прекрасна, ты. Так прекрасна, ты. На цветном и на каретном Беспробудно, беспросветно Помнишь, как великолепно Если да, то подмыгни. Как вокруг кипяли страсти От любви и таковарства. Я хочу так много счастья, Чтобы вам не унести. Солнце кристально, Жёлтый покалок. Знаешь, как мне тебя не хватало. Всё ещё будет, и не напрасно. Ты так прекрасна, ты. Так прекрасна, ты. Друзья, Анетта Орлова сегодня в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. И мы говорим о тех людях, которые приходят к психологу на приём. Обращаются за советами. О тех категориях. Продолжаем говорить о них. Ну и вот, если кратко, Есть люди, которые всё время чувствуют, что сила вовне, Они зависят от внешних обстоятельств, А есть люди, которые считают, что сила внутри них. И те жизненные трудности, какие-то преграды, Может быть, какие-то ограничения, Они связывают не только с внешними какими-то силами, Они, безусловно, тоже присутствуют, Но ещё и считают, что они могут изменить. Человек, который признал, Что то, что с ним происходит в какой-то степени, А даже порой в большой степени, Зависит от него самого, На самом деле получает ключ к разрешению. Вот именно такие люди, Которые готовы принимать ответственность за свою жизнь, А это значит, где-то готовы признать ошибки, Но не самобичеваться, Не самоуничтожаться, Не уходить в зависимости алкогольной, Или не говорить, что всё вокруг плохо, А инструментальный подход. Я знаю, что сила во мне, Но мне надо с этим разобраться. Вот такие люди в определённые моменты жизни, Когда они чувствуют, Что им недостаточно какой-то собственного видения, Они для сверки приходят к психологу. А больше мужчин или женщин обращаются за помощью? Ну, статистика... Я, наверное, не могу дать среднюю статистику, Потому что всё-таки я буду исходить Исключительно как социолог просто. Я понимаю, что надо быть неверная. Я исхожу из того, кто ко мне приходит. У меня получается, что в целом, конечно, Гораздо больше женщин приходит к психологу. Потому что к женщине больше доверяют, да? Понимают, что вы можете им глубже сказано понять. Знаете, Саша, скорее так, В общем, женщин приходит больше, Потому что в нашей культуре Как-то психологам для мужчины Часто выступают горячительные напитки. Или друзья в гараже. Ну, или друзья в гараже. И для мужчины нужно прямо очень быть сильным человеком, Либо определённо иметь уже статус, Когда ты можешь себе это позволить. Разрешить себе. Разрешить себе пойти к психологу. Поэтому в среднем больше приходит женщин. Но в моей практике процентов 60 женщин, Процентов 40 мужчин. Мужчин очень много. Портрет людей, которые ко мне приходят. Опять же, мы не можем сказать, Что это средняя статистика. Это важно. Люди выбирают же человека по речи, По структуре, по системности, по ценностям. Ко мне приходят перфекционисты в основном. Люди, которые страдают ургентной зависимостью. То есть... Это как? Ургентная зависимость, ругательное слово. Которые всё время что-то делают, Очень много делают, Очень многого добиваются, Но не чувствуют удовлетворения. Суету какую-то там наводят. Не понимают, где они есть во всём этом. Не могут остановиться здесь и сейчас, Почувствовать в прошлом году. Да, чувствуют, что обслуживают этот успех. Сколько, примерно, необходимо сеансов, Чтобы понять, что с тобой не так, И куда двигаться? За сколько решается такая проблема? Во-первых, если ты не поймёшь, Что у тебя не так, Ты не пойдёшь к психологу. Если ты идёшь, наверняка ты знаешь, Что у тебя... Знаете, это очень разный, может быть, подход. Это может быть единичная встреча, Когда человек... Ему просто нужно сверить некий компас, Свой внутренний компас, Который сбился под давлением обстоятельств, От того, что у человека вокруг люди, Которые, допустим, токсичные, конфликтные. Если на работе ситуация, При которой он понимает, Что не справляется человек, Чувствует, что-то надо поменять. Это может быть единичная встреча. И там какой-то сугубо конкретный вопрос, Который человек смотрит со стороны, Меняется фокус, И он разрешает его сам. Есть более глобальные задачи, Например, вопросы неуверенности. Когда человек обладает огромным потенциалом... А откуда она берётся, неуверенность? Родом она, вся из детства, Можно об этом долго говорить. Но человек потенциалом обладает, А на совещании, вместо того, Чтобы озвучить свою точку зрения, Он молчит, краснеет, А говорят за него другие. И в итоге всё, что он знает, Он не может реализовать. Или в семье он всё время боится, Ему угрожают постоянно, Что от него уйдут, Его оставят, его бросят, А он не знает, что с этим делать. Вампиры. То есть низкая самооценка, Проблема зависимых отношений, Любовные треугольники. Когда человек теряется, Вот это те темы, Где, ну да, Это не единственный раз, Не два раза, Это может быть и 8, 10, 12 встреч. По-разному бывает у всех. Анетта, а вот в вашей практике Были такие возможности, Когда люди от вас просто впадали В зависимость? Вот вроде всё уже хорошо, Вы уже объяснили несколько раз, Всё научили, показали, А всё равно ходит и ходит, Звонит каждый месяц, Напрашивается. Смотрите, какой важный момент. Мне кажется, что хороший специалист, Ну, наверное, каждый человек, Если он чем-то занимается, Я вообще считаю, Что если ты чем-то занимаешься, Надо заниматься либо хорошо, Либо не заниматься вообще. Я считаю, что хороший психолог, Хороший хирург. Знаете, кто-нибудь помнит Хорошего хирурга всю жизнь? Конечно. Ну, ты его вспоминаешь иногда, Но ты от него не в зависимости. Благодарю. Ну, нет, а ты не в зависимости. Да, ты от него не в зависимости, Потому что он хороший хирург. Он разрешил свою проблему, И ты о нём имеешь право забыть. Вот психолог, да, Это может быть не единичное, Но это всё-таки история, Которая имеет начало И имеет конец. И мне кажется, Что хороший психолог, Он в том и заключается, Его профессионализм, Дать человеку возможность, Почувствовать в себе внутри силу, Оказать поддержку, А потом отпустить И дальше самостоятельно Конечно, в этом и есть Результат работы, А не быть, знаете, В обнимку всю жизнь, Как бы психологом. То есть это такой Духовный сервис, да, Чек приходит, Ремонтирует что-то там Внутри у себя И идёт дальше по жизни. Я сейчас задумывалась И подумала, интересно, Вот Рома сказал Оксимурон, Духовный сервис нет, Потому что сервис Это что-то инструментальное, А духовное это совершенно другое. Анна, интересно, позвучала. Психолог, Сегодня в гостях У телерадиоканала Страна.ФМ Мы обязательно продолжим Нашу интересную беседу И чуточку позже Оставайтесь с нами. Страна.ФМ Телефон рекламной службы Плюс 7495-276-1224 Друзья, сегодня Мы препарируем Свой внутренний мир, Чтобы расти над собой, Становиться лучше, Чище, выше. Анетта Орлова В гостях У телерадиоканала Страна.ФМ Анетта, Читали вашу биографию, Конечно, готовились к эфиру, И удивительная у вас история, И далеко не такая Радужная и красивая Был такой страшный Большой период, Болезненный достаточно. Многие об этом знают, Это нет, узнаете Поподробнее, Не будем вдаваться В эфире в подробности. Но мне, знаете, Очень восхитило вас То, что вы откровенно Рассказываете, Что в психологию Это вы и пришли Как раз через эту беду, Через работы над собой, Колоссальной, колоссальной, Колоссальной работы. Но в итоге Психология помогла вам Справиться с проблемами. Вы знаете, я да. Это да, Три раза да. Я влюбилась в психологию, И вообще, мне кажется, Что это такая Потрясающая наука, Которую, если человек По-настоящему приходит, Он никогда не уходит В той, знаете, Это такой внутренний, Совершенно огромный мир, В котором невероятно интересно. Другой разговор, Что здесь важно Не провалиться в психологию. Вот эта грань. То есть психология, Она помогает тебе жить. Не оторваться от жизни. Но ни в коем случае Нельзя сделать психологию Избеганием жизни. Поэтому, мне кажется, Это баланс. Для меня психология Стала жизнью, Потому что я Очень тяжело болела, И, к сожалению, Точек опор Я не могла найти. И когда В какой-то момент Я поняла, Что это мои внутренние трудности, То есть на самом деле... Лично поняли, Или вычитали, Как ты кто-то посоветовал? Вычитала. Я вычитала, Потому что я Очень тяжело болела. Потому что врачи Не могли поставить диагноз. Если я вычитала В диссертациях, В кандидатских, В докторских, Я нашла ключ, Что это перфекционизм Привел к такой болезни. Невероятный уровень Перфекционизма И сверхтребований к себе. Который, с одной стороны, Давал мне невероятные достижения Для того возраста, А с другой стороны, Отнимал у меня возможность Жить по-настоящему. 26 лет вам было. Да. И я стала с этим работать И пошла уже в психологию, Уже будучи, Имея за собой Два высших образования. То есть сколько сейчас у вас их? Ой, я буду молчать, А то боюсь я сказать. Они есть и российские, Они есть и зарубежные. Это факс, Это же информация есть в интернете. Ну вот изначально, Честно говоря, Мое предназначение Было именно психология. Я хотела поступать на психфак. Но мама, Она говорила, Ты очень чувствительная. Всегда была очень чувствительная, Такая восприимчивая. Мама говорила, Ни в коем случае нельзя. К тебе будут приходить люди, Рассказывать о своих проблемах. Ты будешь переживать. Ни в коем случае. Ты потом спать не будешь, Иди на соцфак. Ну а я очень послушная была. И я пошла на соцфак, Тем более там английский язык. И путь мой оказался витиеватым. Но сегодня я рада. Потому что пригождается. Конечно. Это разные взгляды. Социология и психология. Анетта, А приходят люди, Говорят, Вы знаете, Не могу свой путь найти. Конечно. Это жизненный. Я как раз заканчивала Институт экзистенциальной терапии, А вся экзистенциальная психология Построена на том, Что человек становится По-настоящему Свободным, Когда обретает Свои собственные смыслы. Вот не цели. Современная наука Все время ищет цели, цели, цели. Но цели, Это производные. Ради чего, да. Смыслы. Ради чего. Потому что если человек Находит этот ответ для себя Ради чего, Он становится счастливым. И ему не важно, Когда есть трудности. Он не требует Каких-то идеальных удовольствий. Как вот в наше время Все черпают смыслы Из гедонизма. Вкусно поесть, Великолепно пропутешествовать И купить новую вещь. И показать это все Всему миру. Инстаграм. Ну мы тоже есть в инстаграме. Что нам делать-то? Это реалии жизни, И мы знаем меру. Как мы сами себе говорим. У нас совсем немножечко времени Есть до ухода на клип. Надо послушать нам Леонид Агутина, Аджелику Варум. Я пока так вот удочку закину. Следующий наш выход Появления в эфире. Хочу спросить вот что, Аннет. Вот вы невероятно красиво Рассказываете, Приглашаете всех в психологию, Окунуться в этот мир. Но когда мы заходим В книжный магазин, Мы видим такое обилие Литературы этой психологии. И вроде берешь одну, Вроде берешь другую. А с чего начать? Что нести на кассу? У вас есть такие варианты? Сможете посоветовать нам сейчас? Да? Так, оставайтесь с нами, пожалуйста. Возьмите ручки, Возьмите листочки. Скоро список Рекомендованной литературы От Анетты Орловой Здесь в эфире Терри радиоканала Страна.ФМ Как не думать о тебе Думать о тебе Больше не могу Что мне делать без тебя Без тебя таскать совсем День нежданной теплотой Вешнею водой Смоет радугу И заполнить пустоту Я больше не могу Никем Как не плакать о тебе Неблагодарных слез Но они опять текут Хоть я их не стыжусь В непослушной голове Только один вопрос Если мама позвонит Что же я ей скажу? Как не хочется скучать Хочется скучать Но не по тебе День нежданной теплотой Так меня обнял Так меня обнял Детство на дворе Только больше быть одной Не могу душа Замри Как не плакать о тебе Неблагодарных слез Но они опять текут Хоть я их не стыжусь В непослушной голове Только один вопрос Если мама позвонит Что же я ей скажу? Не годами ли оно создано? Это было или нет? Может быть Или рано говорить Поздно ли? Или надо объяснять Воду лить? Некому дособирать Камни те Никому не сочинить Оду им Невозможно выживать В пустоте Для кого-то перестать Быть родным Как не плакать о тебе Неблагодарных слез Но они опять текут Хоть я их не стыжусь В непослушной голове Только один вопрос Если мама позвонит Что же я ей скажу? Делий радиоканал Страна АФМ Друзья, продолжаем Свои вещания Продолжаем общение С нашей гостью У нас сегодня психолог Анетта Орлова И Анетта обещала нам Посоветовать Какую литературу По психологии Можно почитать С чего начать? Если вы хотите Разобраться в себе Или просто прикоснуться К этой науке Мне кажется, что да Здесь, конечно, у всех Свои предпочтения Но чтобы хотя бы попробовать Вот если есть проблема Например, неуверенность в себе То где-то заниженная самооценка И хочется застень Особенно застеньчивость Когда в кругу друзей тяжело В кругу незнакомых Еще тяжелее Есть такой потрясающий психолог Филипп Зимбардо Он долгое время Исследовал более 30 лет Исследовал именно феномен Застенчивости Это, наверное, лучший специалист И вот он написал книгу Книгу называется «Как победить застенчивость» Филипп Зимбардо И по этой книге Очень можно многие моменты Для себя прояснить Очень эта книга Мне нравится И мне кажется, она очень полезна И очень инструментальна Замечательна Абсолютно замечательна Мне очень нравится автор Альфред Ленгли Потрясающий психотерапевт Психиатр, психолог Его книга «Жизнь, наполненная смыслом» Это другой формат Это психология экзистенциальная Это психология, где Книга, которая научит вас Встретиться со своим истинным правом быть Своим истинным правом быть ценным Право быть уникальным И ко многим вещам отнестись по-другому Для тех, у кого крепкие нервы Так На котором хочется встряхнуться И в то же время Действительно хочется Прикоснуться к глубинам Экзистенциальной терапии Потрясающий Виктор Франкл С его книгой «Психолог в концлагере» Или «Сказать в жизни да» Очень интересная книга Естественно, все это знают И это бьет популярность Я не думаю, что я никого не удивлю Эрик Берн Люди, которые играют в игры Игры, в которые играют люди Очень интересные книги Которые поможут вам определить Некие сценарии Которые повторяются Ну да, там родитель, взрослый Да, да, да Очень транзактный анализ По логике транзактного анализа Который очень помогает Замечательная ауди-книга Которую тоже всем рекомендую Потрясающий Эдхард Толле Эдхард Толле Это книга, которую я периодически слушаю Раз в три дня Я обязательно должна 10-15 минут послушать «Сила момента» Это потрясающий автор «Сила момента» Буквально вот Там очень интересные есть главы Которые направлены на то Чтобы понять, как Пережитые нами психотравмы Потом диктуют нам жизнь Вот это есть такой небольшой набор Анетта, а поймем ли мы вот Те книги, которые Там простым языком доступны Переводчик нам нужен Нет, нет Как раз это те книги, которые очень доступны Для неподготовленных Они для неподготовленных доступны Но при этом они профессиональные Фундаментальные и очень полезные Анетта, ну и ваши книги, разумеется Которые вы написали Я не стою в ряду с теми предыдущими авторами Но да, я старалась Обрабатывала огромное количество диссертаций Для того, чтобы вот Книгу страхи настоящих мужчин Которую должна знать каждая женщина Я очень рекомендую Потому что там просто кладезь Именно тех страхов О которых мужчина даже сам себе не признается А мужчинам что почитать? Вот что? Эту же книжку или еще? Да, эту же книжку Потому что она сделает мужчину Внутренне свободным Потому что это страхи, которые Мужчину мучают Но он не готов их признавать Он их вытесняет бессознательно И очень часто именно эти страхи Приводит к агрессивному поведению К зависимому поведению И т.д. и т.п. К убегающему поведению Анна, скажите, пожалуйста Вот как вам кажется Все-таки людей, которые нуждаются В помощи и советах психолога И тех, кто совершенно здоров Все у него в порядке Какое процентное соотношение? Я, наверное, не скажу точно по процентам Я скажу так, что психолог имеет право Работать только со здоровым человеком Во-первых, только со здоровым Людей, которым нужна помощь психолога Зависит от запроса Если человек, в принципе, хочет расти Два момента обращения Если человек хочет расти над собой У него амбициозные задачи И он чувствует себе потенциал Но что-то его тормозит Это первое И второе – это проблемы Которые приводят человека Второй такой уровень Человек приходит И ему нужно разрешить какую-то проблему Будь то в семейных отношениях Будь то в личных И т.д. и т.п. Я думаю, что с течением времени Людей будет все больше и больше Которые нуждаются Потому что жизнь ускоряется Безжалостно Как успеть все в этой жизни? Надо ли это успевать? Точно, что не надо все успевать Но жизнь диктует И мы попадаем в определенные рамки И чем больше задач Чем больше дефицит времени Тем меньше наша психика справляется И в какой-то момент человек Не может проконтролировать Все то пространство жизни На которое он себе подчиняет Анна, это музыка хорошая Помогает, скажите? Как психоумно Потому что это арт-терапия Поэтому я всегда с удовольствием Слушаю музыку У нас абсолютно случайно Появилась песня в плейлисте Которая называется «Счастье есть» Задержаться хоть на миг тебя просила Ожидание стало так невыносимо Я скучала, знаю, что скучал Ты тоже В этом были мы с тобою Так похожи Счастье есть Только верь Сделай шаг навстречу Счастье прямо на руке Ты зажми покрепче Буду рядом с тобою Все дни и ночи Счастье есть Счастье вмиг Станет нашим Вот точно Счастье есть Счастье есть Поворот ключа И вот открылись двери Ты стоишь с цветами И я глазам не верю Я простила, знаю, что простил Ты тоже В этом были мы с тобою Так похожи Счастье есть Только верь Сделай шаг навстречу Счастье прямо на руке Ты зажми покрепче Буду рядом с тобою Все дни и ночи Счастье есть Счастье вмиг Станет нашим И точно Счастье вмиг Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но я всегда общие какие-то вопросы собираем и выкладываю И можно всегда в Инстаграме посмотреть, где будет встреча, да? Ну и литературу, вот выложу после нашего эфира, выложу рекомендованную литературу Отлично Прочтению, это точно делаю Анет, вот за эти годы, пока вы занимаетесь психологией Вы смогли ли уже наблюдать какие-то изменения в обществе у нас? Ну скажем, люди с проблемами, которые приходили там раньше, годами к вам и сейчас на сегодняшний момент? Да, наверное, да Можно сказать, что, во-первых, гораздо больше становится депрессивных состояний, тревожных расстройств, панических атак Как раз то, чем мы закончили предыдущий наш выход Очень ускоряется ритм и человек изнашивается Человек изнашивается Мало всего прочего, такое количество гаджетов, которые привлекают внимание Мы все больше и больше существуем в схеме В виртуальном пространстве Да, это нагрузка Мы отдаляемся от природы А природа, момент, сила момента Нахождение в своей телесности, а не только в мире идей, планов и целей Именно нахождение в своей теле, в настоящем Потому что тело не существует ни в прошлом Тело не существует в будущем Но почему-то люди тратят огромное количество времени, чтобы копаться в своем прошлом Либо строить планы на будущее Все это галлюцинации Наша жизнь только здесь и сейчас Это вкусный кофе, который мы с вами выпили перед тем, как выходить Это ваш взгляд Вот вы смотрите, улыбайтесь на меня, я здесь Я с вами живая Я чувствую, что это здорово, что нас кто-то слушает Вот это и есть жизнь Но мы почему-то очень часто пытаемся прожить за будущее Этого нет Счастье – это момент Но он в настоящем, и мы вправе его иметь Когда у нас даже случаются проблемы, мы их генерализируем Мы тащим все из прошлого Мы потом проносим это в будущее Представляем, как они будут распространяться Катастрофицируем Все это нас отделяет от момента жизни Поэтому мне кажется так Расскажите, пожалуйста, немножко о вашей академии привлекательности Действует ли она сейчас? Ну, во всяком случае, я так скажу Да, мы работаем, но основная все-таки работа заключается в том, чтобы Я в сити-классе веду мастер-классы в рамках вот сити-класса У меня разные мастер-классы, которые направлены на трехчасовые Которые направлены на разрешение коммуникативных проблем, допустим, в семье На разрешение конфликтных ситуаций, на повышение самооценки В том числе есть мастер-классы, связанные с телесностью С женским обаянием В рамках сити-класса все происходит Но основная моя работа, конечно, основная моя работа Это индивидуальный прием Это самое такое, ювелирное такое И бизнес-тренинги Насколько я понимаю, что вот книжки и прием Это ваше самое-самое сокровенное То, что вы больше всего любите Я бы так сказала Читать книжки Не писать Я вот написала, когда у меня было что сказать людям А так я в эфирах все выговариваю, то есть я ничего сейчас не пишу А вот читать книжки, да, это моя, это любимое Читать диссертации, находить вот эти особые инструменты Это прямо то, что я люблю А что вы испытываете, когда вот вы видите, что да, вам удалось помочь человеку Вот все, у него засверкали глаза, он звонит или приходит, благодарит вас Что на душе происходит у психолога? Ой, это так сложно Знаете, это сложно Я думаю, что я вдруг, я просто чувствую, что я нужна Особенно это бывает ясно, когда проходит много времени И люди через 2-3 года присылают фотографии с детьми, когда они не могли там забеременеть Или присылают фотографии с мужем, с которым были проблемы Это присылается обычно, когда либо мое день рождения, либо Новый год Подождите, когда человек не может забеременеть, это и вы тоже помогаете? Не врачи? Ну, если психологическое бесплодие А, психологическое? Да, потому что бывают жизненные... Даже так? Да, конечно А психологическое бесплодие – это очень частая история Тем более в наше время Идет слишком сильный акцент на социальном успехе Успех – это состояние мужское Женщины входят в это мужское состояние Отрицают свое женское начало И в какой-то момент начинают возникать трудности Неужели это как-то гормонально там получается? Нет, это может быть не гормонально Это может быть и гормонально Потому что гормон – это уже от слова гармония Но это может быть на разных уровнях Не возникает зачатия Потому что для женщины вторичная выгода от того, что она не беременеет Потому что она не должна уходить с работы Она не должна зависеть от мужчины Там очень много моментов Вообще в последнее время Вот это смешение полов Оно приводит к таким трудностям А что с мужчинами происходит тогда? Если женщины вот так становятся более мужественными Мужчины женственнее? Мужчины… Вот еще второй тренд, наверное Вот вы сказали, Саша тогда не успел Второй тренд Люди становятся эгоистичными Почему? Потому что такая большая нагрузка Что люди не успевают все В итоге они все время выбирают, выбирают, выбирают В какой-то момент так получается, что общество разделяется на два таких способа восприятия общей жизни Одни работают ради успеха невероятной даже на отдых с гаджетами Другие уходят на фрилансы и вообще не хотят работать, хотят заработать, чтобы ничего не делать Да, какая-то такая крайняя форма Больше стало людей, которые сконцентрированы на себе, очень эгоистичны и потому одиноки Они обвиняют всех в том, что они одиноки На самом деле, по-настоящему, они других людей воспринимают просто как функции Которые должны быть удобными для них А по-настоящему быть с кем-то – это огромное напряжение Люди не готовы, особенно молодые люди И если человек вовремя приходит к специалисту и не смотрит с ракурса, никого нет вокруг А начинает смотреть с ракурса, что вообще-то я концентрирован только в общении на своей цели Я совершенно не вижу другого человека в самом контакте Подлинность контакта – это когда я вижу вас Конечно, конечно А не только цель Например, что я успею сказать в эфире Вот это и есть разница в восприятии Анета, давайте попробуем дать какой-то маленький совет нашим слушателям, зрителям Ну вот если нет у него возможности пойти там завтра, пока, послезавтра в магазин за книгой Или на личную консультацию к психологу С чего можно начать? Как помочь себе? Первое – напишите список 50 вещей, которых вы избегаете Именно избегаете в общении Ну, например, смотреть в глаза Или прояснить ситуацию в кафе, как кто за что платит Или попросить помощи у другого человека Или сказать «нет» Напишите таких 50 Потом по чуть-чуть, по чуть-чуть пробуйте делать то, что не самое сложное А из самого легкого Пробуйте это делать Конечно, понятно, что с психологом, там, с проработкой это легче Но даже если вы сами это будете делать, будет эффект Ну и второе, наверное, самое главное Каждое воскресенье я обязательно пишу список собственных ошибок за прошедшую неделю Даже сейчас уже знаю Вы делаете, конечно? Конечно Я обязательно пишу список Работа над ошибками? Нет Не работа над ошибками Я пишу список И вот если я сижу в воскресенье и вижу, что у меня не было ошибок Значит, я избегала чего-то Не развивалась Потому что только в ошибках человек может что-то обрести И прощаете себе Замечаете, что у вас не получилось И поверьте, это просто великолепная возможность Понять, что вы делали что-то сложное Не ругайте, не обвиняйте себя Похвалите себя за то, что есть Ну и последний совет Повернитесь вокруг Посмотрите на тех людей, которые рядом с вами И которые выбрали именно вас для того, чтобы прожить эту жизнь Вы благодарите их за то, что они есть Абсолютная включенность в жизнь, Саженька Вот что нас спасет И, конечно, гармония с природой Правильно? Прогулки нужны Абсолютно точно Все Начинаем новую жизнь, дорогие друзья Я надеюсь, что у вас тоже сейчас жизнь поделилась на два момента До этой программы и после этой программы Спасибо, говорю, нашей гости Анетта Орлова у нас сегодня в гостях была Анетта, спасибо огромнейшее вам Во-первых, за то, что вы делаете За то, что вы едете За то, что вы такая лучезарная Спасибо большое, знаете, вам еще за что За то, что вы всегда в своей профессии Видно, вы делаете очень честно В любом эфире, где вас слушаешь и смотришь Вы настолько проникаетесь Вы слушаете человека Его проблемы, какие-то сложности И слышишь, что вам действительно очень хочется помочь Если какие-то даже трагедии российского масштаба происходят Вас обязательно всегда увидишь где-то в телевидении На телевидении или в радиоэфире И услышишь, где вы помогаете людям массам Рассказать, как с этим со всем справиться Спасибо, ваша профессия важна, нужна, ну а вы лично вдвойне До новых встреч, спасибо Анетта Орлова сегодня в нашем гостях На соседние кресла на большой высоте И мое сердце остановилось Мое сердце замерло